Я очень много путешествовала, была в 29 странах, меня часто спрашивают знакомые о том, как путешествовать дешевле, как лучше провести время в какой-то стране, например, в Черногории, я жила там больше двух лет, спрашивают, где вкусная еда, какой уровень центов. После каждой поездки у меня очень много вопросов всегда. Поэтому я решила сделать свой сайт MyDreamToTravels для того, чтобы сразу рассказать всем знакомым о том, как я съездила показать свои фотографии с поездок и сразу поделиться опытом. И как-то получилось так, что я выкладывала-выкладывала фотографии и делала описание, и на сайте стали появляться и другие посетители, люди, которых я не знаю. В любом случае, мне часто задают вопросы, и я отвечу на те вопросы, на которые я до этого не давала ответ. Это, скажем так, абсолютно не коммерческий сайт. Я не занимаюсь рекламой каких-то конкретных компаний, я просто делюсь своим опытом. Из важных моментов, если вы хотите куда-то летать, я хотела бы порекомендовать вам в первую очередь в аэропорту, когда вы проходите контроль ручного багажа, ручной клади, вы вытаскиваете на движущуюся такую машину ноутбук, фотокамеру, кошелек, все устройства, которые у вас при себе есть, для досмотра. У меня была такая ситуация, когда я в Праге, в аэропорту, выложила слой ноутбук на эту движущуюся линию, кто-то там сзади сдал назад, на эту движущуюся линию, и мой ноутбук упал вниз. Хорошо, что он хотя бы металлический. На самом деле, это очень полезная процедура для ноутбука, упасть в виде у нас такой высоты больше метра. Когда вы выкладываете свои какие-то устройства, старайтесь положить их поближе, наверное, к центру линии, придерживать руку. Это моя рекомендация. Потом еще была у меня такая ситуация, когда я летела транзитом Киев-Хельсинки-Шанхай. В Хельсинки, это ЕС, Шенгенская зона, действуют определенные правила по ручной накладе, связанные с терроризмом. Вы не можете провести с собой ни ножницы, ни какие-то колющие острые предметы. Также вы не можете вести с собой более 50 мл любой жидкости. У меня при себе был достаточно дорогой крем с 20 евро, и его пришлось выложить, потому что там было 100 мл. Просто так вот оставить, естественно, безвозвратно на паспортном контроле, потому что, вернее, на контроле багажа, ручной накладе, потому что вести такое с собой в самолете нельзя. Если у вас при себе есть какая-то жидкость, ножницы, вы должны положить их в багаж, который вы сдаете в багажное отделение. В багажное отделение вы сдаете сумки, когда вы приходите сразу в аэропорт на стойку регистрации. Вот первое, что вы делаете, вы сдаете большой багаж, вот туда положите все свои кремы, духи, ножницы, потому что в самолет с ними не пускают. Может быть, вылетали в какие-то страны, у вас не было проблем в ручной пладе, у вас были, в принципе, духи, например, 100 мл. Но если вы в шенгенской зоне будете проходить таможенный контроль ручной пладе, вас не пропустят, вам придется это выложить у каждой страны, свои правила, без так ездить нельзя. Даже если это транзитный перелет, и вы не задерживаетесь в шенгенской зоне. Потом важный такой тоже момент. Нужно обязательно быть в аэропорту за 2 часа до регистрации, если это международный рейс и за час, вернее, до вылета. Регистрация начинается за 2 часа до вылета и за час для локальных рейсов. Например, если вы летите по Турции, например, из Стамбула, в Кассире, в Пападоке, то это локальный рейс, регистрация начинается за час. Если вы летите, например, с Киева, в Стамбул, это международный рейс, регистрация за 2 часа. Если вы летите в Будву, вернее, в Черногорию, в Тивот, в аэропорт Тивот, регистрация за 2 часа. У меня была такая ситуация, когда я купила билет из Киева в Тивот, в Черногорию, и там был написан номер терминала в аэропорту Борисполь в Киеве. Я взяла такси, приехала в аэропорт, остановилась уже этого терминала, таксист уехал, я заплатила, естественно. Прихожу, а в этом аэропорту, оказывается, нет посадки на мой рейс. В самом билете сделали ошибку. Вот так было напечатано мой терминал, вот этот вот, а это не он. Мне нужно срочно искать терминал, из которого все-таки вылетает мой самолет в Черногорию, или иначе я потеряю деньги за билет. И я тогда пошла на автобус, который едет в мой терминал. Там расстояние, по-моему, 3 километра между терминалами, аэропорт Борисполь в Киеве, расстояние где-то 3 километра между терминалами. И там ходит автобус, но он ходит нечасто, где-то там, раз в 10 минут. Мне пришлось большую часть пути пройти пешком с сумками, потому что долго не было автобуса. Я уже решила так пройти пешком с своего терминала. Хорошо, что я приехала заранее. Вся эта операция мне заняла там где-то 30-40 минут. Понять, во-первых, что это не мой терминал, второе, найти автобус, третье, найти дорогу к сумму терминала. Если бы я приехала в Паритык, там, например, за час до вылета, то я, наверное, бы опоздала. Это была бы не моя вина, но неизвестно, как оно там еще бывает. На самом деле в аэропорту не всегда все так слаженно и организовано, как хотелось бы. Чаще всего там таких ошибок нет. Но бывают ошибки такие тоже. Я из Тива Талептела из Черногории, в Киев. Я купила себе билеты Тива от Киев, Брисполь. Прихожу, а там только регистрация Тива Тхарьков. И я не могу найти регистрацию на свой рейс в Киев. Я уже начинаю спрашивать, они знают, регистрация в Киев, когда будет. Они говорят, вот это вот. Я говорю, так это же Харьков. И они говорят, ну неизвестно, куда он полетит, но это ваш. А я показываю билеты. Они говорят, ну да, это ваш. Я говорю, ну он же в Харьков. Он же в Киеве не остановится. Он говорит, а может он полетит в Киев? Другого не будет. Я захожу в самолет, спрашиваю стюардесса, куда он летит. В Киев полетит? Они говорят, ну может быть. Ну я так уже, ну Харьков так, Харьков. Ну лучше уже как-то, чем никак. Ну потом спросила еще раз у стюардесса. Они говорят, что-то в Киев. Ну в общем, все эти пассажиры, которые хотели полететь в Харьков, полетели до Киева, потом автобус на мне полетел в Харьков, я прилетела все-таки в Киев. Это было в 2012 году. Лучше нужно будет заранее до регистрации. И не стесняйтесь задавать вопросы, если вдруг не можете найти регистрацию на свой рейс. В Петербурге тоже была такая странная ситуация, вернее не в Петербурге, тоже аэропорт СИВ. Вот я из СИВ отеля села в Петербург, посмотреть в Петербург просто. Там регистрация на мой рейс почему-то заканчивалась раньше, чем должно было бы быть по времени. Ну я успела, я успела, она заканчивалась где-то на 20 минут раньше. Я спрашивала, а почему-то уже время указано. Они говорят, так мы уже всех собрали, мы же не виноваты, что вы позже. Ну это российская авиакомпания. Ну приезжайте заранее на всякий случай, бывают разные ситуации. Бывает так, что ждешь 2,5 часа, пока начнется регистрация на твой рейс, потому что самолет опаздывает, задерживается по каким-то причинам. У меня были такие ситуации в Сербии, в Белграде, в Киеве, в аэропорту Жуляны. Бывают накладки со стороны аэропорта. Например, в Венецию я из Киева прилетела на 5,5 часов позже, потеряла полдня туристического в Венеции, потому что самолет, в Везер, вылетел позже на 5,5 часов. Разная была ситуация, но лучше приезжать заранее. В целом в Европе, где очень много летало, таких вот проблем не было. Европейские авиалинии, даже лоу-пост авиалинии, Pegasus тоже в Турции летают очень четко по расписанию. Накладок не было, но вот иногда они бывают, поэтому лучше закладывайте время. Бывает так, что регистрация на рейс, вот я прихожу обычно, там где-то, ну, 2-3 человека передо мной стоят на стойке регистрация. Бывает, что очень много, потому что на одну стойку регистрации сразу направляют регистрацию на несколько самолетов, а не только на один. Поэтому лучше приезжать все-таки заранее, чтобы не было каких-то болезненных накладок. Что еще важно может быть для туристов? Очень удобно в туристических поездках за границей использовать GPS-навигатор в смартфоне. Ему нужен интернет, для этого нужна карточка. Если я еду на длительный период, в Испании, например, я покупала в Movistar карточку локального туристического мобильного оператора. В Черногории я покупала карточку. Причем в Черногории, вот сколько я купила за 5 евро карточку, вот у меня 5 евро на счету. Я использую локальную карту для интернета местных мобильных операторов. Если вы ездите не на большой период, например, в Италию, в Турцию, в Венгрию, вам, возможно, будет выгоднее использовать мобильный интернет roaming в Киевстар. Например, в Венгрии я посчитала, чтобы я была там 10 дней, вместо того, чтобы покупать карточку, там цена берется еще за сим-карту. В некоторых странах, как вы за 5 евро купили, 5 евро на счету. В Венгрии, например, карточка стоит сама денег. В Италии у некоторых операторов карточка сама тоже стоит денег. Дешевле пользоваться roaming в Киевстар. Это очень помогает, особенно если вам нужен GPS-навигатор в смартфоне. Так, я почитаю, что такие были еще вопросы. По поводу транзитных перелетов, например, через Дубай. Я летела на Шри-Ланку, с аэропорта Тива, Черногория, в Белград. Потому что прямо перелеты в небо, в Белград, в Сербию. Это транзитные перелеты из Белграда в Дубай, из Дубая в Коломбо, в Шри-Ланку. Вообще перелет у меня занял с пересадками 36 часов. Обычно, если вы привыкаете к аэропорту Жуляновки или к аэропорту Тива в Черногории, вы привыкли, что там один терминал, ну или в Борисполе несколько терминалов. Ну, аэропорт относительно там не гигантский, не большой. Дубай – это огромный аэропорт. Там нужно так предусмотреть стыковку между рейсами, чтобы у вас было еще часа два, наверное, чтобы найти свой терминал. Дубай – это гигантский аэропорт, который состоит из Арабских Эмиратов. Я ехала транзитом, я не останавливалась в Дубай. Там много очень терминалов, которые дистанционно далеко друг от друга находятся, туда можно доехать только автобусом. И каждый терминал просто огромный, намного больше, чем у Борисполе в Киеве. Для того, чтобы найти регистрацию на свой рейс, нужно быть на часа, ну, где-то за час, за два, наверное, до регистрации на свой рейс. Очень сложно найти свой терминал, но там, конечно, есть персонал. Люди, которые могут вас направить, но они говорят, идите туда-туда, там едет автобус туда-туда. Сложно ориентироваться, там, где большие, крупные терминалы, очень сложно. А потом у меня была тоже ситуация с поиском терминала своего в Австрии, в Вене. Я увидела один терминал, очень крупный, основной, в Вене. Я туда пошла и ищу долго, там, где-то полчаса по всему аэропорту, ищу посадку на свой рейс. Обошла весь аэропорт, а ее нет. Я спрашиваю, а где посадка, в чем проблема, они говорят, так это не этот терминал. И показывают мне какое-то небольшое здание на просе, вот это вот ваше. Вот это вот маленькое здание, это и был терминал, из которого я улетела. Лучше заранее спрашивать у персонала аэропорта, показывать билеты, это мой терминал, или нет. Вылетает ли отсюда мой самолет, лучше спрашивать. Потому что так вот догадаться, что там еще один терминал в Вене, я бы не смогла. Но я где-то потратила полчаса на то, что искала по аэропорту в Вене свой терминал. Хорошо, что я тоже не опоздала на свой рейс. Что касается брони самих билетов, иногда бронировать билеты выгоднее через eDreams. Это когда речь идет о каких-то, через сайт eDreams, о каких-то крупных перелетах. Например, когда я летела в Черногорию, Сербию, Дубай, Колумба. У них комплексный перелет, по-моему, из Белграда до Колумба, с остановкой в Дубай. Там получалось дешевле, чем если бы я покупала непосредственно у этих авиаперевозчиков на сайте напрямую. Я покупала через eDreams. Через Ryanair, например, если я лечу самолетом Ryanair в Европе, то мне выгоднее лететь, в смысле покупать билет на сайте Ryanair. Ну, здесь, конечно, по-любому очень важно соблюдать все процедуры Ryanair, но сайт eDreams тоже не спасает. Расскажу немножко детальнее о Ryanair, если вы летаете по Европе. Ryanair собирается уже массово организовывать рейсы в Украине. Вернее, в Украине. Это один из самых крупных лукостадо-перевозчиков в Европе. Я летела из Бергамо в Мадрид за 25 евро Ryanair. И потом Ryanair я летела из Мадрида в Лиссабо. Я бронировала билеты за месяц. Тогда была акционная цена. Она действует чем дальше до вылета, за месяц до вылета, там 25 евро на человека. При том, что это только при условии, что с собой будет только ручная кладь, 8 или 10 килограммов сумка определенного размера. Там очень жесткие требования, зато очень низкие цены. И очень важно проходить регистрацию на сайте Ryanair перед вылетом. Они отправляют за неделю до вылета форму регистрации. Обязательно нужно пройти регистрацию. Там, по-моему, есть опция выбора места даже. Я себе всегда выбираю место до вылета. У Ryanair, по-моему, есть. Я уже так не помню. Но вы в любом случае должны пройти регистрацию онлайн. А потом уже с этой распечаткой регистрационного талона, посадочного талона, вам нужно проходить все процедуры. Проходить еще дополнительно как иностранцу регистрацию на стойке Ryanair в аэропорту. Там очень много процедур. Часто я смотрела, просто европейцы проходят мимо стойки регистрации, потому что у них паспорта Шенгенской зоны Евросоюза. К украинцам это не относится. Просто вы должны регистрироваться везде. Вот видите стойку регистрации у вас на рейсах. Регистрируйтесь там обязательно, потому что правила по отношению граждан ЕС к украинцам, они разные. И один раз была ситуация, когда я решила не регистрироваться онлайн, потому что я все равно иду на стойку регистрации для иностранцев. Я думаю, зачем второй раз, ну, два раза ходить, меня все равно там регистрируют. И я не распечатала посадочный талон. И мне сказали, распечатка посадочного талона 160 евро на стойке регистрации. Я побежала искать интернет, чтобы зарегистрироваться и распечатать посадочный талон. Нигде в аэропорту этого сделать нельзя. Это нужно было сделать в отеле. И, в общем, мне оштрафовали на 60 евро. Мне распечатали посадочный талон за 60 евро. За эти деньги, конечно, уже нужно было и принтер купить за 60 евро. Но мне пришлось заплатить. Я летела из Парижа в Барселону. Сам перелет стоил 55 евро. И 60 евро я заплатила за распечатку посадочного талона. Но если вы регистрируетесь на сайте Ryanair, распечатываете посадочный талон, такая проблема у него уникнет. По поводу багажа тоже читайте очень внимательно правила. Потому что если у вас будет перевес в багажу, на хоть один килограмм, вам нужно либо выбрасывать этот багаж, ну, этот килограмм, либо вы заплатите 20 евро дополнительно за перевозку. Ну, я решила и сбросить. Что вот еще интересно, если вы стараетесь экономить, почему все-таки я летаю по-прежнему Ryanair? Я могу экономить довольно существенные суммы, если я наметилась бы большую поездку по дороге. Я захожу на сайт, например, Гринс или Скайскеннер. И, например, я хочу полететь из Бергамо в Лиссабор. Я убиваю Лиссабор. И мне возможны пересадки. И мне подбирают несколько вариантов прямые перелеты или перелеты с пересадками. Я смотрю, 50 евро, но через Мадрид. 25 евро из Бергамо до Мадрида. И от Мадрида до Лиссабона еще 25 евро. Я так, ну, круто, я еще Мадрид могу посмотреть. И я тогда покупаю себе два перелета на сайте Ryanair. Ну, это мы тогда через DP Dreams покупала. Но я покупаю себе два перелета так, чтобы я могла в Мадриде погулять один день. То есть я выхожу из аэропорта, гуляю по Мадриду один день. Ну, там нужно гулять сколько вы захотите. Вы можете два-три дня оставить себе. Просто там нужно правильно забронировать билеты, зная, когда точно вы вылетите. Погуляла по Мадриду, потом вернулась в аэропорт и вылетела в Лиссабон. Из Лиссабона обратно летела через Мадрид, опять погуляла в Мадриде. И потом улетела обратно в Бергамо. Так прямой перелет может стоить намного больше, чем вот эти вот 50 евро в один конец. Потому что это, например, другая авиакомпания. Там лоукост компании, например, не летают вообще. То есть я так могу посмотреть два города, ну, грубо говоря, по цене одного. Ну, нужно искать акции, скидки тоже на сайтах ВЗР, РНР. Я так смотрю тоже, куда сейчас можно полететь дешевле. И в зависимости от этого так планирую свой отпуск. Так намного выгоднее. Из каждого аэропорта практически входит автобус. Нужно просто заранее, влога где-то поискать в Европе, где останавливается приблизительно ваш автобус. Либо электричка. Потому что цены на такси в Европе высокие. Это здесь, в Борисполе, в Киеве. Я привыкла на такси в Борисполе, в аэропорт и на такси обратно. А там цены все-таки высокие в Европе. Поэтому ориентируйтесь на автобус. Ну, я рекомендую просто где-то на сайте найти, где эти автобусы останавливаются. И важный еще момент, если вы едете автобусом обратно в аэропорт, там не всегда легко можно найти место стоянки автобуса. Там иногда бывают такие большие развилки. Нужно заранее искать, искать таблички, откуда уходит ваш автобус. Например, в Барселоне я долго не могла найти автобус, который ездит в аэропорт. Ну, я в итоге все-таки нашла. Но они не так часто ездят. Нужно посмотреть расписание автобуса в ту же заранее. Еще был такой случай, когда я ехала в Словакию. Мне сделали бизнес-приглашение. И я летела за свои деньги. И когда я подавала документы в консульство Словакии, я написала, что буду лететь самолетом. Мне нужна была виза Словакии. А самолет летел в Вену, потому что Вена – это ближайший аэропорт в Братиславе. В Братиславе нет аэропортов, которые принимают самолеты с Киевом. И пока я ждала, пока мои документы оформлены, это примерно 3 или 3,5 недели, авиаперелет чуть-чуть в два раза подорожал. А он стоил уже чуть ли не 500 евро, я не помню. Я рассчитывала где-то на 220 евро максимум. А он подорожал очень существенно. Я тогда решила ехать в Словакию автобусом, особенно учитывая то, что границы Словакии находятся прямо рядом с украинской границей. И я купила билеты на автобус из Ужгорода в Кошице. И меня высадили из автобуса. У меня при себе были наличные, достаточно много, 8,5 тысяч евро мои деньги. То есть очень важно всегда на границе показывать. Если спрашивают, куда вы едете, в ровне отеля, наличные, я все показываю. У меня абсолютно легальное приглашение, абсолютно легальная виза Словакии. Меня высадили из автобуса, сказали, вообще в принципе ничего не объяснили. Сказали, что им приглашение не понравилось. Обязательно нужно приглашение распечатывать. У меня распечатки не было, я не знала. Я думала, нужно только паспорт. Потому что в аэропорту спрашивают обычно бумагу с бронированием отеля. Бронирование отеля я им показала. А у меня не было распечатки пригласительного. Меня высадили. На следующий день я договорилась уже с человеком, что он меня просто провезет на машине через границу. Мы где-то со Словакии на границе два часа где-то там ругались. Он мне очень помогал. Хорошо, что он знает словацкий. Я звонила консулу Словакии в Украине. Она очень по-нормальному, адекватно объяснила, что у меня все в порядке с документами. А этот на границе таможенник, что он меня не пропустит, что ему тут все изгибы не указаны. Он тут вообще самый главный. Начали звать начальника таможни. Я бы не догадалась, если бы этот человек, кто ехал в машине, не позвал начальника таможни, я бы в Европу не попала. Там такие скандалы вообще колоссальные. Говорят, такое бывает достаточно часто. То есть там такой беспредел. Виза у меня абсолютно легальная. Он говорит, вот у вас написано, вы должны лететь. Говорят, ну виза у меня словацкая, там же не написано, что я могу только через Вену упасть в Словакию. И я не знаю, что они от меня подсели. Но если бы не начальник таможни, меня бы не пропустили. Мне пришлось показывать, чем я занимаюсь, баннеры по работе рекламные, сплайеры. Сказывать, что я рекламист, что я работаю, сотрудничаю с компанией, которая находится в Словакии. И вот только тогда меня пропустили. Бывают вот стрессовые такие моменты. Летать гораздо проще. С автобусными поездками я решила больше не рисковать. Я только летаю самолетом, но я до этого летала. Но просто проблема в том, что цена на авиаприлеты существенно увеличивается. Если вы летаете в Европе, то бронируете за месяц перелеты. Я рекомендую. У меня была ситуация с лоукостером. Никит, немецкий лоукостер, немецкий авиаперевозчик лоукост. Мне нужно было лететь с Ибицы на Пальма до Найорка. И за полтора месяца где-то до вылета, или за месяц, билет стоил 41. Но там еще курсируют паромы, тоже по 40 евро. Я думала, что у меня может быть четкий график, сдвинется, покатаюсь на пароме. И я решила, что буду все-таки плыть на пароме. И вот в тот день, когда мне нужно было добираться с Ибицы на Пальма до Найорка, начался шторм, и все паромы отменили. И мне пришлось бронировать все-таки вот этот авиаперелет Никит. Вот тот авиаперелет, который стоил 40 евро, уже стоил 100 евро. И ничего дешевле не было. Я купила этот перелет за 100 евро. Пришлось, к сожалению. 60 евро переплаты получается. И вот что самое обидное, это лоу-постер. И несмотря на то, что я летела за 100 евро, а не за 40, требования к багажу были точно такие же, как если бы я летела за 40, и там, по-моему, 8 или 10 килограмм ручной плази, то зато это можно с собой везти. И мне опять пришлось выкладывать 2 килограмма своих вещей и выбрасывать прямо в аэропорту. То есть независимо от того, сколько вы платите за билет, но если это лоу-пост авиакомпания, и вот такие-то требования к багажу прописаны, вам придется доплачивать за багаж, либо выкладывать часть вещей. Еще была ситуация такая стрёмная с расположением отеля в Венеции. Я бронировала себе отель через Airbnb-сервис. Ну, уже до этого много бронировала, в принципе, там накладок особых не было. В Венеции там было написано недалеко от центра Венеции отель. Ну, я посмотрела на картинку отеля, посмотрела на номер, забронировала, там предоплатка процентная. Оплатила. Первое, что он не находится возле центра Венеции вообще. До отеля мне пришлось 50 минут ехать на автобусе. Там с учетом того, что еще этот автобус можно ждать, купить билет, это час. То есть это час туда, час обратно в центр Венеции. Это не рядом, абсолютно не рядом с центром Венеции. Они врут. Второе, фотография номера, который я бронировала со всеми удобствами, абсолютно не соответствует тому, где меня поселили. Он такой более-менее приличный, он не тот, который я бронировал, раза в полтора больше, и он был со всеми удобствами, а тот, в который меня поселили, там удобство на этаже. Не всегда порядочно себя ведут. Это такой, вот знаете, сектор для тех, кто ездит первый раз туристически, где очень много непорядочных людей, но не всех, конечно. Потому что человек, когда он приехал, прилетел, он устал, он хочет отдохнуть, поэтому уже вот куда-то жаловаться, что-то новое искать, требовать вернуть ему деньги, турист уже чаще всего не будет, он слишком устал. И они этим пользуются часто. Поэтому первое, я бы рекомендовала проверять по Google Maps локацию своего отеля. Я не сделала это заблаговременно. Нужно посмотреть, где он находится, и посмотреть, выбрать там центральную улицу, там здесь центральную какую-то станцию метро, и посмотреть по карте расстояние от вашего отеля до центра города, до центра Венеции, например. Посмотрите, как добираться тоже. Перед тем, как бронировать. И еще хочу раз вернуться, потому что обязательно распечатывайте бронирование отеля, документы бронирования отеля. Ну, это просто распечатка, Booking.com, например, или Atadrins. Распечатывайте ее и показывайте на паспортном контроле вместе с паспортом. Потому что в связи с терроризмом сейчас смотрят, где человек будет останавливаться. Я рекомендовала бы заранее узнать, что вы хотите купить в каждом городе, в каждой стране. Например, там, Каймак в Черногории. Найдите вот то, что вы хотите купить. Чаще всего, по списку, просто так, по список, чаще всего это можно купить в супермаркете. Это будет дешевле, чем на рынке. В Черногории, например, на рынке все дороже, чем в соседнем супермаркете. Там, два метра от рынка супермаркет. Ну, на рынке все время кто-то что-то покупает. В основном, тюристы. Супермаркет все-таки дешевле. Но для того, чтобы вам найти то, что вы хотели купить, вам нужно знать название, для того, чтобы показать хотя бы в супермаркете переведенные названия на язык этой страны, где это находится. Ну, если вам нужна зубная щетка, зубная паста, порошок, например, тоже лучше выписать себе эти названия, где-то отдельно сохранить и спрашивать персонал супермаркета. Еще вот такой момент, связанный с медикаментами. Часто одни и те же медикаменты, которые вы принимаете, например, в Украине, в Европе называются по-другому. И лучше везти медикаменты с собой. У меня было много накладок, когда я просто не могла найти нужный мне препарат, который производится в Европе. Но в Европе по этому названию я найти его не могла. Лучше всегда, чтобы с собой все-таки были таблетки от головной воли. Лучше брать с собой медикаменты с запасом. Тогда вам будет гораздо проще все найти. Что касается индивидуального туризма, не везде оправданы вот такие вот самостоятельные индивидуальные туры. Просто я раньше, когда я ездила в Италию, я ездила в индивидуальные туры, платила компанию Alvono за его организацию. И мне это получилось достаточно дорого. Ну, первый раз, когда я самостоятельно ездила, все-таки я платила агентству за то, что они проводили организацию тура, инструктировали меня. То есть это тоже проведенная работа, естественно. Если я путешествую сама, уже не первый раз, у меня уже есть опыт, соответственно, все организационные процедуры по своему туру для себя я беру на себя. Это сложнее, но получается дешевле. Если вы хотите поехать по какому-то маршруту, куда летают чартеры и организуются рейсы чартерные, то, скорее всего, вам будет выгоднее лететь с группой. Например, Шри-Ланка. Мне поездка на Шри-Ланку обошлась самостоятельно дороже, чем если бы я летела с группой, потому что только сам перелет. А перелет мне обошлся в 60 евро. Плюс я платила за экскурсии, а я нанимала водителям, микроавтобус, еще, по-моему, 750 долларов по острову за неделю. Это только экскурсия, не считая питания. И плюс еще я платила входные билеты, естественно, оплачивала. Там дорогие входные билеты, например, 40 евро в парк, где гора Сибири. Те, кто ездили с группой на Шри-Ланку, были довольны поездами на Шри-Ланку. Там им все организовали, подготовили. И они получили больше удовольствия, чем я, потому что я там организовывала себе все сама. Но я летела, правда, из Черногории. Там прямых поездок, прямых туров на Шри-Ланку не было. Я просто полетела, потому что уже прохладно стало. Я хотела согреться в январе 2012-го. Но в целом на Шри-Ланку лучше ездить с группой, тем более одной женщине на Шри-Ланке опасно. Если по Европе по-любому только индивидуальные туры, я рекомендовала бы первый раз заплатить турагентство за то, что они вам его организуют, все рассказывают. А после того, как у вас уже будет опыт, у вас там все пунктом расписано более-менее, что нужно сделать, подойти и то в сложный первый раз. После того, как вы уже были в этой стране, или у вас уже есть такой опыт путешествий по Европе, тогда вам будет проще летать ввел постраданию и самостоятельно организовывать себе тур, когда у вас есть опыт. Если вы едете за границу первый раз, скорее всего, это будет достаточно сложно. Я никого конкретно не рекламирую, я никого не пообловано, на всякий случай. Но все рекомендации, все, что я пишу у себя на сайте, относятся к индивидуальному туризму. И это больше для опытных путешественников. В основном те люди, с которыми я общаюсь, которые задают мне вопросы, они опытные путешественники, они часто ездят за границу, поэтому у нас так лаконично, по полочкам, скажем так, по-быстрому разложено. Какие-то рекомендации, это не для человека, который едет за границу первый раз, потому что нужно знать английский тоже, для того, чтобы общаться, задавать вопросы. Если вы не знаете английский, лучше ездить все-таки с группы. Но в целом, если вы знаете английский, у вас есть опыт, вот такая методика путешествия, о которой я говорю, она помогает лично мне довольно много экономить и много путешествовать.